Мы с вами, слава богу, дожили до такого времени, когда стал подниматься вопрос о том, что русским называться не стыдно и что, вообще можно так говорить, да, я русский, песню даже сочинили. Но мы сейчас находимся на стадии такой некоторой декларации, что вот люди некоторые опомнились и стали говорить, да, я русский. И второй вопрос спросится сам, а что это такое, достаточно ли просто родиться в России и быть там русским по паспорту, или это нечто еще не юридическое, есть ли какие-то качества такие русскости, которые действительно делают человека русским. Мы с вами живем в ту эпоху, и уже давно мы в эту эпоху живем, когда русские стали чрезвычайно денационализированным народом. Я очень рад приветствовать вот такое количество людей, любящих русскую традиционную культуру. Это очень приятно, это, ну, своего рода акт самопожертвования, это трудно. Начало борьбы с русской культурой, с русской русскостью, ну, наверное, с Петра можно считать. Потому что тогда элита насильственно отказалась от русскости, стала прививать ценности западноевропейские и хорошие, и бестолковые. Но самый, наверное, страшный результат вот этих реформ Петра, это то, что к русскому стали относиться, к русскому в одежде, к русскому в кухне, к русскому в песнях, к русскому в эпосе. Элита стала относиться пренебрежительно как к чему-то такому недоразвитому, устаревшему, к чему-то такому глупому и смешному. И вот с тех пор стал накапливаться снежный ком вот таких вот комплексов неполноценности у русского человека по отношению к своей собственной культуре. Тогда же первые были эксперименты с русским языком, когда начали говорить на какой-то адской фене совершенно, и говорили представители власти. Например, Петр Первый отдает приказ по армии накладывать опломб на жантильность. Я думаю, вы ничего не поняли. Нормальный человек вообще ничего понять не может. Но армия как-то стала накладывать опломб на жантильность, потому что приказ-то есть, надо что-то делать. Если вы почитаете документы тех времен, государственные, там ничего не понятно. В 90-е годы наши, в общем, дикторы телевидения приблизились приблизительно к этой адской фене, только уже англоязычной, а такой не голландской, не немецкой, когда каждый месяц, наверное, придумывали новые слова и вкручивали. Пока народ понимал, что это такое, когда тебя не понимают, ты выглядишь умным. Раз я не понимаю, значит, дурней. А через месяц начинали понимать, что это за слово, и они вкручивали новые, новые, новые. И вот народ в таком находился в каком-то апатии, потому что с ним говорили на языке непонятном. Одна из ценнейших вещей, которая все-таки у нас сохранилась, это русский язык. Я в своих экспедициях бывал не только в России, но бывал и за границей очень много. И, например, в Шотландии был такой вопиющий для меня наглядный пример, как у народа англичане отобрали даже язык. Но там это было сделано очень жестко и очень нагло, и поэтому встретило сопротивление в народе. Они даже перевели свои песни все шотландские на английский язык и продолжали их петь. У них за волынку смертная казнь была, за оружие смертная казнь была. То есть выводили как могли традиционную культуру. И вот там они встретили сопротивление от шотландцев. Причем все, что можно, отняли, но народ не сломали до конца. И сейчас в Шотландии прийти не в национальной одежде для мужчины на день рождения, на какое-нибудь государственное мероприятие, это неприлично. Не обязательно, чтобы они все были в килтах, хотя килты носят, но какая-то клановая клетка вот того квартала, в котором ты живешь, и приколотый там чертополох, это символ Шотландии. Обязательно должен быть. Они смогли, но нас как лягушку сварили медленно. И мы не заметили даже, что мы денационализированы. Я практически уверен, что сейчас вряд ли кто из сидящих в зале, хотя я знаю, есть кто может, но большая часть, 99% не смогут спеть русской традиционной песни. И еще меньше смогут спеть ее правильно. Я уверен, что 99% людей не представляют, как выглядит русский национальный костюм. Ни женский, ни мужской. То, что у большинства возникнет в памяти, это будет злая пародия на русский национальный костюм, который вызывает отвращение, вызывает стыд за свой народ. Ну так не ходили никогда, это не наш костюм. И вот так вот у нас все. Следующий этап был, наверное, их много было, но и такие, наверное, самые яркие. Это постреволюционный этап, когда империя была свержена, и началась борьба со старым миром. Среди прочего, Ленин написал такую статью о великорусском шовинизме, в котором целую стратегию простроил отношений народов внутри будущего, ну как бы бывшей империи будущего Советского Союза, где все народы, которые жили в составе империи, они считались угнетенными русским народом. И поэтому русский народ, так все там и написано, кто хочет, почитайте, должен был расплачиваться за угнетение других народов. И должен всегда находиться в ущербном состоянии, и помнить о вот этих вот веках угнетения других народов, он должен все время находиться под неким таким гнетом. Фактически мы дожили в этом состоянии, в той или иной степени, до 90-х годов. При этом в Советском Союзе было очень много хорошего, я не буду перечислять. Было и плохое, тоже не буду на этом останавливаться. Мы сейчас вот про национальную традиционную культуру. В советское время была страшная сделанная одна такая вещь, я считаю, что сделана сознательная, когда традиционную русскую культуру стали заменять культ про свет образования. Была сеть клубов, созданных по стране. Часто это были здания бывших церквей, оскверненных, в которых даже был единый план перепроектирования храмов, где обязательно в алтаре старались сделать туалеты, предлагался. Нужно было как бы все святыни... Все там в алтаре делали. Да, да, да. Нужно было осквернить все, что у народа было святое, потому что если ты у народа святое осквернишь на его глазах, то народ сам осквернится, глядя на это все. У нас эти клубы работали таким образом, что я свидетельствую как этнограф, который в экспедициях был, что запрещали петь песни на свадьбах, народные песни. Радио сидите, слушайте. Говорили, что если песни поют, значит вы пьяные. И вот такое пренебрежительное, постоянное диктовалось отношение к своей традиционной культуре. Иногда за песню... Ну вы все слышали песню такую известную «Черный ворон», ничего там как бы такого политического нет. За нее в Старевском районе на пять лет уезжали у нас в заключение. Везде шел такой массив давления на народную культуру, а предлагалась вместо нее как бы правильная, как бы настоящая русская культура, которую преподавали в клубах. Это песни, которые... Надо про многое говорить. В общем, есть такая система звукоизвлечения в русской народной песне, особенная, открытый голос. Этому учат. Раньше учились легко, потому что все так пели. Есть камерная система звукоизвлечения, совсем другая. Где не поют на голосах, где поют по партитуре. Я пою вот так, ты поешь вот так, мы вместе встаем, вместе поем. И вот эту систему звукоизвлечения и пения, совершенно нетрадиционную, нерусскую, ее встандалили в эти клубы и начали народ учить петь не по русской традиции. Кстати, песни стали убогими. Даже хорошие старые песни, которые исполняются вот в такой манере, они на мой вкус вульгарные. Я еще скажу, что я член правления Российского фольклорного союза. Это такая крупнейшая организация в России, настоящего фольклора традиционного. Не вот этих бабок в зеленых сарафанах и кокошниках, отвратительных которых выводят, и они поют и говорят, что это русская культура. А молодой человек смотрит на это и думает, ой-ой-ой, не хочу. Российский фольклорный союз, запомните, кому надо будет. Вот произошла подмена. И сейчас мы с вами не знаем, как русские пляшут. Вот честно, ну не знает большинство людей. Вы не видели даже никогда. Если выходит какой-то ансамбль песни и пляски, это не русская пляска. Это хореография на основе элементов русской пляски. Русская пляска это, знаете, как игра, как тетрис, как шахматы. Вы вдвоем играете, когда пляшете. Вы взаимодействуете. Что мы видим со сцены? Это выходят люди и делают заученные движения, а целый зал сидит на них смотрит. На пляску не смотрят, в ней участвуют. Народный праздник отличается тем, что в нем участвуют. Так проводят дни рождения, свадьбы. Но мы все это дело утратили. Слава богу, у нас это есть. У нас сохранилось это в Российском фольклорном союзе, в других организациях. Есть огромные фонды. В ближайшее время я предполагаю, что традиционная культура у европейских народов точно будет почти такое же достояние, как нефть. Потому что невероятно востребовано будет национальное самосознание и национальная самоидентификация. Вообще мы вступили в век образования национальных государств и национальной самоидентификации, которую мы этот вызов как народ пока не... Спасибо. Мы как народ пока не выдерживаем. Ну, например, распространенное. Вы все, наверное, свидетели того, как народы Кавказа ярко и сжигательно пляшут на улицах. Они хорошо пляшут. Они очень хорошо пляшут. Они таким образом метят территорию. Они показывают свое присутствие. Могут русские таким образом ответить пляской? Нет. Никто не умеет. И какие-то жалкие попытки, которые в интернете мы видим, когда с культ просвета образования приходят люди и делают какую-то отвратительную калинку-малинку, но они смешны. Это не русская пляска. Следующий этап подоспел 90-х. Хотя началось это еще, наверное, в 80-х годах в Советском Союзе, а в 90-е перекочевало. Это замена традиционной культуры в текстах. Ну, в Советском Союзе все изучали хотя бы несколько былин. Ну, просто их проходили в школе и знали, что это такое. Былины — это песни. Про это там не говорили. Это песни, которые поются. Это наш эпос русских. Что сказки? Это тоже наш эпос. Разножанровые. Но в русской советской кинематографии уже появилось там в 70-х, 80-х это когда эпическое, серьезное произведение стали изображать в виде какой-то придурья. То есть, если король, то у него вот так вот какая-то там корона на боку. Если русский мужик, то у него рубахи в большой горох. Вот тут вот у него ушанка, и он в валенках латанных. Герои немножко придурковатые и все. Посмотрите, вот наш сказочный герой в настоящих сказках — Иван Дурак. Он вообще не дурак. Он дурак только в том значении, что он не ведет себя, как учит мир, как мир людской учат. Что нужно жить ради выгоды, нужно жить ради связей, нужно жить ради благ материальных каких-то. Он через них переступает. Он исключительно мотивирован духовными какими-то проблемами. Он спасает родину, он заступается за близких, он раздает имущество, он ведет себя совершенно не как принято ввести себя в миру. Потому он и дурак. Но он не глупый, он не сумасшедший, он не придурок. А вот начали уже таким его изображать в 80-х еще в советское время. А что же произошло в 90-е? В 90-е вообще серьезно взяли. Слава богу, гора самоцветов детские мультики стали снимать тогда же. Это достижение, это просто шедевр. Но в то же время отсняли вот эти мультфильмы про богатырей, про наших. Это, я считаю, должна быть тюрьма за такие произведения. Это взяли эпических героев, которые представляют лучшие качества своего народа. Вот они сохранились на протяжении столетий. Их пели своим детям, пели взрослые друг к другу на праздники. И изобразили в виде идиотов. Алеша Попович, который самый хитрый богатырь, там их много богатырей, но мы помним наверняка все троицу Илья Муромец, Алеша Попович Добрын Никитич. Вот он самый хитрый. Добрын Никитич самый дипломат. Он везде на переговоры его там посылает. Они умные люди очень. Там перечисляется, чему они обучены были. Но как у нас показан в мультфильме Алеша Попович? Дурак какой-то, какой-то качок, у которого вместо головы бородавка. Придурок. И там ничего нету от былины. Там сюжет заменен. То есть про Алешу Поповича нет ничего. Какие-то... Бесконечный сарказм. Конечно. Бесконечный сарказм. У насмешка над русским народом, над русским эпосом. Но страх-то в том, что вырастет на этом дети наши. Да, да. Душу дети просто... У наших детей забрали наших эпических героев. Их назвали, ну, Тома и Джерри и каких-то там еще других американских вот таких вот придурковатых персонажей. Просто по-другому нарисовали. И вот они там кривляются в мультфильмах, и наши дети из этого растут. Их отрезали от эпической культуры. Отрезали от сказочной культуры. Поэтому сегодня, вот в той ситуации, в которой мы находимся, русский народ, для того, чтобы вернуться к тому, что такое русский человек, требуется от каждого личное волевое усилие. Не просто вот такое вот некоторое. Да, я русский. Это вообще не достижение. И песня мне это не нравится, честно скажу. Мне не нравится мужчина, одетый как гомосексуалист с дредами. Но, слава богу, хотя бы спели про то, что можно говорить, да, я русский. Это неплохо. Моя кровь от отца. Сколько было всяких издевательств над этим клипом. Потому что нельзя так говорить. Можно у нас как-то хоть. Причем, смотрите, что я хотел еще сказать. Забыл. Вот я всех призываю не употреблять слово национализм по отношению к себе и своим убеждениям. Дело в том, что это слово имеет огромный спектр значений. Родилось оно у Махатма Ганди, индийского такого политика, духовного деятеля, который говорил так, про национализм он объяснял свой. Я за то, чтобы ветры культур всех стран свободно веяли у моего порога, но я против того, чтобы они сбивали меня с ног. Ну, прекрасно. И в то же время в слово национализм у нас попадает и Гитлер, и Бендера, и Махатма Ганди. Вот такой вот спектр. Поэтому, если вы кто-то сказали, что я националист, вас могут понять, что вы наследник Бендера или Гитлера. Слово политическое, оно ничего не обозначает. Это очередная манипуляция людьми. Говорите, что вы Родину любите. И вот смотрите, я люблю Родину. Какие твои убеждения? Я люблю Родину. А ты там националист или коммунист или кто бы там еще. Не, я просто Родину люблю. И от вас отвяжутся, и это будет самая точная формулировка. Я люблю традиции. Мне нравится, я этнограф, мне нравятся традиции всех народов. Я их изучаю многолетние. Но как бы я русский, поэтому мне это ближе. Это естественно. Самое первое, что мы должны бережно к чему относиться, это к русскому языку. Он продолжает засоряться всякими терминами, которые просто из-за того, что это слово непонятное иностранное, оно кажется умным. А оно чаще всего имеет нормальный русский понятный эквивалент. Это просто снобизм. Когда ходят, мы можем понять подростки, но там должен быть свой арго подростковый, они должны говорить на каких-то таких им понятным языках, и потом с возрастом это пропадает, и никто этого не помнит. Но когда взрослые люди так себя ведут, это просто неприлично. Синдром первого курса я называю, когда студенты учат много непонятных слов, сами их не понимают, но везде вставляют, чтобы казаться умными. Но у нас вот так вот делает сейчас, ну, как бы, очень много людей, причем, которые представляют как народ даже. Второе, что мы должны беречь и очень внимательно относиться, это наша православная вера. Неизменная каноническая православная вера. При этом надо отдавать себе отчет, что вы можете напороться на недобросовестного священника, на не очень умного священника, на не очень образованного священника, на священника, который не верит в Бога. Такое бывает, к сожалению. Еще Игнатий Бринчанинов говорил, что были, это при царе, что были даже епископы тогда, которые не верили в Бога. Вот и рухнула страна. Поэтому тут тоже требуется волевое усилие. Надо изучать веру. Православное христианство, это русская вера. Надо его изучать. Не только, вот я в церковь пришел, свечку поставил, это ничего, это пустое. Это просто говорит, что вы за и не против, даже что вы не против. Это мощнейшая, сильнейшая философия. Это мощнейшее богословие, духовное учение. Но это надо учить, читать, пытаться понять. И если вы что-то поняли, то это большая милость Божия. Не нужно тут высокомерно подходить. Это очень сложные вопросы. Следующий бастион, который мы должны выстроить и удержать, это традиционная культура. Это обычаи русского народа. Это хорошо, если вы знаете русские песни. Их надо научиться петь. Их надо петь у себя на собраниях, на днях рождения, на свадьбах, на обычных наших мероприятиях ввести в жизнь. И петь надо как надо. Нужно учиться плясать, потому что мы либо пляшем, не знаю, как это назвать, некую условно-молодежную пляску какую-то. Если она чуть-чуть посложнее, какой-то там рок-данс или брейк, то этому уже надо серьезно учиться. на Кавказе учат плясать. Учат плясать в школах детей, как на физкультуре. И учат плясать дома, и там есть среда, потому что если вы в среде, которая пляшет, вы наберетесь, нахватаетесь, и вас подучат. Среды у нас нет, у нас это все уничтожено. Нужно волевое усилие. Костюм русский, нужно изучить, каков он, чтобы его было не противно одеть. Если вы хороший костюм увидите, его захочется одеть на праздник, это честно вам говорю, со мной это все было. Я помню, как я в подростковом возрасте видел передачи по телевизору, где вот эти вот на жаргоне фольклористы, это называется «Клюква». Сценический коллектив выходили, пели какие-то там русские руки, показывали. У меня эстетическое отвращение было. Мне было стыдно, что я принадлежу к этому народу, который вот это уродство демонстрирует. И стыдно за себя, что мне стыдно, я же должен радоваться, а я вот не могу это принять. Оказалось, что это не русская культура, вообще это марсианская. Но у нас подавляющее число народа думает, что это она и есть, и даже себя заставил ее любить. А другая часть испытывает отвращение и стыдится за свой народ. Вот нам предстоит все это дело проделать. Это не на одно поколение. При этом у нас жертвуя упали вот этих вот воспитания неприязни к собственному народу, к собственной культуре очень многие люди. В том числе и в вузах, которые готовят учителей в школах, которые учат наших детей. Чтобы произошла смена какая-то, нужны кадры, которые будут преподавать. Их практически нет, их очень мало. Это надо их готовить. Преподаватели в вузах, они совершенно не образованные. Я историк, профессиональный историк. Я ученый. Я очень хорошо знаю, что профессиональные историки, историки, которые русскую культуру изучают, они абсолютно не имеют в большинстве своем представления о том, что такое фольклорная традиция. И я говорю не только про песни, я говорю про быт, про уклад. Это такой разрыв между вот этими двумя научными движениями этнологии или там этномузыкологии и просто историей, даже если они один народ изучают, страшно. Что уж говорить про остальные народы. Это как-то надо решать. Мы пропадем, если мы не будем русскими. Поэтому требуется волевое усилие. Ну и вот хочется еще одну, наверное, такую рассказать. Меня просили. В русской воинской традиционной культуре есть традиция толкования сказок. Но, как правило, какие-то прохвосты, они всегда опережают традицию. И сейчас можно в интернете найти языческих волхвов, которых нет на Руси, слава богу, уже очень давно. Я думаю, что не тысячу лет, а больше. Тысячу лет государство христианство приняло. А так по традиции с Андрея Первозванного две получается тысячи лет. И они начинают там показывать русские костюмы, показывать русскую символику, показывать русские сказки толковать. И все это вранье. Все это вранье. Это еще одна ловушка. Как я говорил, культ просветом заменили традиционную культуру. Потом в 80-х, в 90-х годах, когда разрешили религию и традиционную культуру, а там пустота. Нет ничего. И народ бросился во всякие секты, чтобы у него потребность в духовности. Бросился в чужие иноземные культы. И тут появились красавцы, которые сказали, к нам вышел древний волхв, и он скрывался все это время, и нас научил. И образовалась куча неоязыческих сект. А моя специализация, одна из, это из базовых моих, это изучение дохристианской русской религиозной традиции. Я ее знаю очень хорошо. Я православный христианин. Но это мне не мешает. Вот греки же изучают там античную культуру. Правильно? Это нормально. И я вижу, как они врут и лгут, и обманывают. А поскольку народ не является, не специализируется на том, на чем я, он все это начинает перенимать, осваивать и думать, что он становится более русским, традиционным. Потому что древние наши боги, не жида христианская религия, которая пришла к нам, а вот настоящая славянская, они на это ведутся, на эту блесну, на эту погремушку. И как бы опять обманываются. Вот такой у нас многострадальный народ, в котором расставлена куча ловушек, чтобы он только не нашел самого себя. Поэтому нам надо это сделать. Вот в воинской русской традиции есть обычай толкования сказок. Мы все сказки не можем толковать, мы знаем только те, которые нам передали и дошли. Впервые я с этим столкнулся, с этой традицией, я еще внимание на нее обратил, у князя Бориса Васильевича Голицына. Он ветеран Великой Отечественной войны, у него шесть штыковых атак, у него семейная традиция рукопашного боя была. Мне посчастливилось быть одним из двух его учеников. И вот сказка, известная всем, наверное, с детства, про избушку Лубиною. Помните же? Когда совершеннолетие происходило, то молодого человека забирали из дома, взрослые мужчины, уводили его в лес на некоторое время, на неделю, на три дня, везде по-разному. И там, среди прочих испытаний и объяснений, ему еще толковали сказки. Вот у нас хорошая сохранилась традиция религиозного толкования текстов, святоотеческая, религиозных текстов. А была традиция еще толкования сказок. И вот там им рассказывали, были сказки, которые называются воинские заветные сказки, где, в общем, говорилось про рукопашный бой, про тактику, про стратегию. И вот сказка про избушку Лубиною. Там, помните, вначале жила леса, и у нее была избушка ледяная. Потом избушка растаяла, ей жить стало негде. А у зайца была Лубиноя избушка. И вот леса пошла искать, где бы жить, и попросила к зайчику, что ему плохо, что пусти меня погреться. Луб – это кора на дереве. Лубиная у нас вот кожа – это тот же самый Луб. Наша избушка лубиная – это наше тело. И часто этот образ, он воспроизводится в святоотеческой традиции, когда дом сравнивают с храмом, или дом сравнивают с кельей, с избушкой, в которую под разными предлогами пытается проникнуть страсть. А потом иногда и бес туда попадает. И начинает он там жить, выгоняет оттуда хозяина, начинает там жить и повелевать этим человеком. Вот еще в нашей традиции лисица обозначает воинскую хитрость, а заяц обозначает человеческую душу неопытную, напоминающую мне душу русского человека, который хочет русским стать, а очень не понимает уже, как бы это. Чувствует, что просто говорить на языке и иметь штемпель в паспорте маловато. Вот попросилась к нему эта лисица, и он оттуда, и потом она заяц этого из дома выгнала и стала там хозяйничать. Пошел он грустный, плачет, и навстречу ему попадается медведь. Медведь это символ силы. И они вместе с медведем пошли к этому домику, а лиса говорит, как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам. И медведь тоже испугался. И убежали они вместе с зайцем. С одной силой недостаточно для того, чтобы освободить свое жилище, свой дом. Идет он дальше, плачет, и ему навстречу попадается баран, иногда бык. И то, и другое, это символ настойчивости и терпения, упёртости, как баран упёртый. Пошли они вместе к своему дому, приходят, а лиса кричит, как выскочу, как выпрыгну, полетят кулачки по закоулочкам, одно мокрое место останется. И убежал тоже баран вместе с зайцем. Значит, одно упорство, одно упорство мало. И силы мало, и упорства мало. Идут они дальше и встречают волка. А волк это время, и волк это опыт. Прошло много времени, опыт появился. Пошли они вместе с волком, с этим приходят к избушке глубиной. И то же самое кричит к лиса, что как выскочу, как выпрыгну, полетят кулачки по закоулочкам. Запугивает. Она запугивает. И они тоже убегают вместе с волком. То есть и силы мало, недостаточно, чтобы освободить свое жилище, хозяином там стать, вернуться. И настойчивости мало, и опыта мало. Не хватает. Идет зайц дальше, плачет и встречает петуха. А петух в русской воинской традиции, вообще в мифологической традиции, это символ огня. Помните, петуха опустить, говорят, да? Или еще называют кур. А курить это жечь. В 90-е из уголовной среды у нас это слово значение переменилось и стало означать человека, опущенного в тюрьме, гомосексуалиста пассивного. И это распространилось по всей традиционной культуре. Не по традиционной культуре, по, как бы сказать-то, по обыденности. То есть сейчас уже смотришь, дикторы телевидения там петухами обзывают друг друга. А вначале это был символ воинский. Даже, я вам скажу, в конце 80-х годов, в начале 90-х, еще в Киевском, на Киевском факультете это был символ на факультете разведки. В Киеве, в Киевском училище. Там флаг у них был, ничего это не было позорного. Так вот, идет этот петух, и у петуха на плече коса. Коса это символ смерти. Есть такое христианское, ну как бы назвать, правило, упражнение, это смертное памятование. Это когда человек должен жить, помню, что ему умирать скоро. И вот эта жизнь, это только какой-то участок длинной, бесконечной жизни, который он должен прожить как надо, и он должен все время про смерть помнить. Тогда его поступки, его мысли, его выбор жизненный, он становится очень взвешенный. Потому что всегда рядом смерть на плече. И вот этот петух несет косу на плече, он все время ходит со смертью, они вместе с зайцем идут к этой избушке. И петух идет и поет, несу косу на плечи, хочу лесу посече. Ему жизнь недорога, он со смертью ходит рядом. И ничего уже лиса не кричит, она убегает оттуда. И заяц поселяется в своей избушке вместе с этим петухом жить. Вместе с воинским духом он там живет, с самоотречением, с готовностью к самопожертвованию и со смертным памятованием. И тогда это становится дом его. Вот на какую хотите проблему нашей жизни наложить эту сказку, казалось бы детскую, она кажется, что эта сказка очень пригодится. В рукопашном бою в русской традиции у нас есть представление о пространстве, которое называется домик. Я сейчас не буду подробно говорить, он находится на длине предплечья вокруг. И туда нельзя, чтобы противник вошел. То есть готовиться для рукопашного боя, его встречать нужно на пороге. Если это обороны жилища, то тоже этот принцип работает. Если это принцип государства, домик наше государство, Россия, то тоже здесь много очень лист сидит, которые захватили дом и повыгоняли хозяев. А у хозяев не хватает силы, не хватает упорства, не хватает опыта, не хватает готовности к самопожертвованию, чтобы этот дом сделать своим. На любые. Вот сейчас встает вопрос о мигрантах. Очень остро. Начали его озвучивать. Он давно очень остро стоит. Начали озвучивать его. И на примерах западных стран некоторых ряда уже видно, что однажды люди, которых выпустили погреться, начнут диктовать условия в этой стране, если их накопится там достаточное количество. Все равно безразлично. В России или во Франции, в Германии. Это неизбежно. И вот эта сказка предупреждала, она учила. И когда учили ее понимать и толковать правильно, то как-то это руководствовались люди и в своей жизни этими поступками. Поскольку меня просили немножечко еще рассказать про русский рукопашный бой, я представляю традицию русского рукопашного боя, которая называется буза. Слово буза, значение его забытое. Буза это бусы-корабли. Буза это корабль буквально. А бузники это члены экипажа корабля. У нас сейчас буза воспринимается как там драка какая-то. И видимо, традиция абордажного боя она восходила. Через систему построения корабля, у которой есть правый борт, левый борт, есть нос, есть корма, есть мачта, есть парус, вот мы дышим здесь грудь. У нас описывалась конструкция человека и поведение его в рукопашном бою. Я на этом не буду останавливаться. Это тоже есть сказки. Например, сказка «Семь семенов». Она одна из базовых у нас воинских сказок. Покажу немножечко по подготовке. Я бы хотел, на этом почему еще останавливаюсь, потому что работа очень серьезная проводилась против распространения настоящей традиции русского рукопашного боя в России. С самого начала. Сначала нас шельмовали, что ничего у русских не было. И тут свою руку приложили часть специалистов из разных единоборств. Скажу, что не все. И скажу, что мне всегда вызывают большое уважение люди, изучающие любые единоборства. Вот это мой базовый подход. И побеждает в поединке не единоборство, а побеждает мастер. Это тоже мой базовый подход. При этом я считаю, что русские должны больше изучать настоящих, подчеркиваю, русских единоборств. Аутентичных. Потому что они созданы нашим народом, прошли испытания столетиями, а может быть и тысячелетиями. И они дожили до нас. Их можно изучить. Они лучше подходят для самообороны на улице, чем, например, бокс. Чем, например, мое любимое самбо. Это состязательное единоборство. И они не предусматривают возможность сражаться против ножа или ножом, палкой или против палки. И этот человек, боксер, может доучиться. Самбист может доучиться как бы в эту часть развить. Русские единоборства подразумевают сразу изучение. Потому что они готовят человека к драке на улице. При этом у нас есть состязательные единоборства, в которых мы друг с другом сражаемся, чтобы не причинить друг другу вреда. Их много форматов таких, но около пяти. Сейчас я попрошу включить клипы. Вот первый будет просто посмотреть немножечко на демонстрацию техники Бузы. Русского рукопашного боя Буза. Пожалуйста. Русского рукопашного боя Бузы. праздник фокусного боя Бузы. Наши корочки грязных медит… Это Будет не меня, не будет не меня. В Москве у нас всероссийские соревнования проходят. Обычно традиционно они в Твери проходили. Что такое мстинская традиция? Это тоже буза на реке Мсте. Буза вообще это традиция всего северо-запада России. Но фиксируется он и по Волге далеко, и на Урал-Сибирь далеко. По всей видимости она восходит к традиции ушкуйников. Это такие наши были морские пехотинцы или северо-западное казачество в 13-14 веке очень распространенное. Первое литературное упоминание – 1750 год. Несколько поэтических произведений Баркова, Чулкова, в которых Бузник – это главный герой, и его друзья-рукопашники посвящены рукопашному бою и сражениям. Так вот, на Мсте, потом это мы фиксировали под Торжком, и в других местах, но уже как-то так сложилось, что прилепили название мстинская традиция. Можно было драться один на один, и это считалось по-честному в народных дуэлях. Если вы вооружены оружием, а я, например, нет, но мы один на один деремся. Если вы с палкой, а я с ножом, то по-честному. Если я с голыми руками, а вы с палкой, то по-честному. Ну, один на один. И у нас такие соревнования, им уже 13-й год будет, постоянно проводившихся соревнований. А так-то мы их начали в году в 92-м. Там каждый боец без весовых категорий кидает жеребий, и ему выпадают либо у него голые руки, либо у него палка, либо нож, либо кистень. Оружие, соответственно, сделано как спортивное, чтобы не повредиться. Нокаут может быть, но травм нет. И его соперник кидает тоже жеребий, и ему тоже может выпадать что угодно. Чтобы вы представили, что это такое, я нарочно сейчас попрошу два клипа показать, небольших съемок соревнований. Кого заинтересует, да, участвовать можно, это открытые соревнования. Занимаетесь вы каратэ, добро пожаловать. Занимаетесь вы боксом, пожалуйста. Занимаетесь вы самбо, пожалуйста. Если вам повезет и жеребейка выкинет то, что вы умеете, то будет хорошо. Так у нас один товарищ приезжал, он мастер спорта подзудор на соревнования. Раз, ему нож выпадает, он пользоваться не умеет. И он весь год ножом занимается. На следующий год приезжает, ему прямо как нарочно палка выпадает. И он следующий год палкой занимается. И он говорит, я не занял первое место, призовые были у меня, но я, говорит, добрал. Добрал подготовку. Ну это так, маленькое лирическое отступление. Включите, пожалуйста, второй клип. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сибирский полк. Здесь из Омска есть люди, с которыми можно законтачить сразу же. Люди живут в городской жизни, в городской суете, она затягивает вся эта жизнь. Ни на что времени не остается, человек там не думает. Работа, дом, семья, это тоже хорошо, конечно. А если война уже настанет, если что-то случится, что делать, к чему мы готовы, к чему люди готовы. Мы занимаемся с ребятами для того, чтобы быть готовыми к разным ситуациям внутри страны и с внешних рубежей, так скажем. Защищать отечество, к войне быть готовым. Изо дня в день тренировка, тренировка, навыки, какие-то умения улучшаются, что-то люди узнают новое и способны учиться. Сделимся, не близко к толку. Смотрим, букву уша видим, прицел. Саша, Саша, в цель, вкладка. Держим, граняем. Головой держать, головой, мордой держите приклад, но в цель, Саша, в цель, не под вышку. Саша, в цель, не под вышку. Научиться делать все правильно. Основное это, если не дай бог война, выжить благодаря полученным знаниям, выполнить поставленную задачу. Пожалуйста. Сергей Ленинград, Григорий, пожалуйста, каких авторов, историков можно слушать? Если вы не профессиональный историк, я бы посоветовал Нич Володова «История государства российского». Она была написана для военных училищ и кадетских корпусов. Она достаточно тонкая книжка, ну там не несколько маленьких томов. И они такие, выверенные. Я бы посоветовал Лидию Грот. Это русский историк, который живет в Швеции. Она антинорманист. Она очень подробно пишет по поводу происхождения государства российского, по поводу, кто был Рюрик, кто такие были варяги. И делает это очень профессионально. Зная древний шведский язык, зная литературу западноевропейскую на этой теме. И это западные славяне получаются. Ну, как бы побережье, южное побережье Балтийского моря. Раньше это были славянские земли, сейчас это восточная Германия и Польша. Поляки тоже славяне, но они туда пришли позже, вот этих народов. Так, кого бы еще это посоветовать? Александр Федорович Гильфердинг. Это русский немецкого происхождения, ученый царского времени еще. Ну, у него все прекрасно. Ну, все работы. А на какую тематику? Вот просто по истории я бы, наверное, на Ищволодове остановился. Потому что у вас будет такая база, на которой вы потом по разным темам сможете разных авторов набирать. Раз на русской общине, может быть, по общине? Мне кажется, нету хороших работ, которые бы вам пригодились по русской общине, по общинному жительству. Почитайте, может быть, вам будет полезна моя диссертация. МГУшная, потому что там много уделяется тому, как структурировалась бойцовская артель. Какие там были правила, какие там были роли. И вы можете этим опытом... Ну, это как бы реально. Это из жизни. Вот я в экспедициях за 15 лет собирал. Вы можете какой-то этот опыт... А эти вещи, они прошли сквозь столетия. Это определенный знак качества. Значит, они работают, значит, они проверенные, значит, они надежные. Диссертация называется «Артель кулачных бойцов-рукопашников по материалам Северо-Западной России». Ну вот, наверное, вот так. Потому что или бы очень много надо наговорить, а это получится как бы не совсем то. Сейчас, еще секундочку. Я бы не советовал слушать Клина Жукова во всем, что не касается, ну, реконструкции оружия, доспехов и так далее. В этом он действительно специалист. Потому что все историки, они специализируются на чем-то. Вот как врачи, есть там стоматологи, есть кардиологи, есть терапевты, есть хирурги. И то разные хирурги по разным частям, там, да, кардиохирург. Так же и у историков. Кто-то медиевист средневека, кто-то Западная Европа, кто-то Древняя Египет, кто-то чего-то. И вот когда какой-то историк начинает думать, что он про все знает, то вот как Клим Жуков и высказывает свою точку зрения, получается ерунда. И он очень часто ерундует, угородит. Но поскольку он раскрученный человек, медийно, и как многим нравится что-то, он кривляется, когда рассказывает что-то, как-то подкупает, получается вот такое, на самом деле, профанация. У него есть отрасль, в которой он действительно специалист, а остальное все, ну, у меня вызывает неприязнь. Как у профессионала? А? К Пыжикову я отношусь хорошо как к специалисту по Советскому Союзу. Он доктор наук по истории СССР. Но Пыжиков тоже начал говорить вдруг что-то про древних славян, про староверов и еще чего-то. И там очень много абсолютного абсурда. Я даже не могу представить, как у человека образованного такое в голове появится. А то, что он говорит про Советский Союз, он действительно доктор наук и специалист. То есть вот тут вот, если вы идете, ну, там, зубы лечить, вы же не идете к этому, к, там, к окулисту, да. Ну, вот в истории то же самое. Нужно слушать специалистов в своих отраслях. И то там есть споры по-разному. А споры есть у всех. Есть у физиков споры, так или так. Есть там у математиков, у химиков, у всех есть, у биологов. Но это уже такая специфика любой науки. История – это точная наука. Она имеет дело с конкретными людьми, конкретными датами, с конкретными событиями. Но детальная прорисовка событий – это очень сложно. Вот даже мы здесь посидели с вами, и мы все опишем, да, было мероприятие. Выступал такой-то, такой-то, такой-то. А расспросить всех все немножко по-разному опишут. И вот богатство описания, оно дает полную картину. Если мы очень сильно сузим, то тоже картина будет правдивая. Прошло собрание. Вот и история, она все время приближается к наиболее детальному описанию, наиболее точному. Поэтому окончательно описать достоверно, вот до мелочей, ну, фактически невозможно. Но приближение – это и есть научная работа. История, как наука, занимается изучением исторического процесса и описанием его наиболее точным. Вот это научная история. А иногда говорят, история – это не наука. Это в школах нам в книжке написали. Нет, это для детей краткое изложение, такое, как бы, фастфуд, чтобы что-то в голове осталось. То есть, наука – это вот исследование той или иной проблемы, если ответил. Поэтому к Климу Жукову у меня вот такое отношение, и к Пыжикову тоже. Да? Хотел спросить, я просто там не шибко в истории-то разбираюсь, но все равно стараешься где-то что-то читать. И тут в интернете много раз натыкался на такой какой-то Панасенков или Панасенков. Не знаю, это клоун какой-то или… Клоун. Клоун, все. И кривляка. Ну, он так говорит, очень, как бы, убежден о своей правоте, а это передается, что, видимо, чего-то он как будто бы знает. Ничего он не знает. И вообще злодей. Скажите, а про Сундакова что-нибудь? Про Сундакова? Да. Нечего сказать. Нечего сказать. То есть, вот человек какие-то говорит в интернете с удобным лицом глупости. Иногда, правда, и не глупости, но очень редко. И с таким видом, что он сейчас сорвет покров, что всех разоблачит. Я к нему уважение испытываю, как к человеку, который путешествовал, у которой вот… Там была школа выживания Сундакова в 90-х годах в начале. Вот эта часть его, как бы, деятельности мне вызывает уважение. А вот то же самое, как у Клима Жукова. Причем он не историк? Ну, у него нет образования. И нас дурят, нас обманывают. Действительно, в истории есть, как и в любой другой науке, есть какая-то ангажированность. Вот всем сказали, что сняли специально мультфильм про этого матроса Папайя, который ест шпинат. Это было еще до войны. А мультфильм был сделан для того, чтобы производители шпината начали шпинат продавать. Это совсем, как бы, к истории отношения не имеет. Ну, в общем, что угодно, биология может быть ангажирована торговцами и применяться в качестве рекламной или какой-то деятельности. В истории часто есть люди, которых начинают продвигать политики с их точкой зрения. И людям кажется, что это правда. Но это не историческая наука. Историческая наука – это исследование. Сундаков, он, как бы, интересен, наверное, тем, что он говорит, я вам сейчас скажу правду, а они вам все врут. Ну, и говорит чаще всего какую-то неправду. В итоге. Пожалуйста, еще вопросы. У меня вопрос менее серьезный. Вы про сказки говорили. Где можно почитать, в источнике их толкования? Нигде. В этой книжке не написано. Понимаете, в чем дело? Замечательный, лучший специалист по сказкам, ну, в России, который был, это проб. Ну, может быть, вот, читал исторические корни волшебной сказки. Ну, филологи, наверное, все его знают. Он изучал, как сказка деформировалась, как она изменялась, как она развивалась. Но он почему-то совершенно ни разу не упомянул даже о том, что она толковалась. Я не могу допустить мысли, что он про это не знал. То есть, ну, как бы, виден кругозор и широта взглядов, и опыт, и все. Я подозреваю, что вот в том политическом климате, в котором он писал в Советском Союзе, вероятно, как и про христианство, вероятно, и про вот эти народные традиции толкования, они часто христианские, совпадают часто. Нельзя было упоминать. Это мое предположение. Я наверняка не знаю, и у него уже не спросить. Он умер. Но он вот эти моменты избегал. Например, он рассказывает момент деформации сказки, где садится главный герой с буйволком, и они едят, кто кого переест. Что вот раньше был поединок, а потом сказка деформировалась до того, что стали кто кого переест. Но он разбирает эти способы, как сказка деформировалась до такой дабасни из древнего мифа важного. И там он говорит, вот они сели есть, и были у них щи укладные и сухари булатные. И вот они, значит, едят. А тут же все понятно. Это традиция как раз вот этого иносказательности, потому что уклад — это доспех, а булат — это оружие. И тут и говорится о том, что они сражались на самом деле, а не ель. Для того, кто понимает, как Пушкин говорил, сказка — ложь, если буквально ее понимать. Да в ней намек вот такие вот места. Добрым молодцам урок, потому что молодежи учили сказкам, толкованием этих сказок. И здесь, безусловно, говорится о том, а в русской традиции толковательной постоянно пир сравнивается с битвой. Тут они едят, что бы там такое. Гоголя, помните, страшная месть, что хлопцы гостей приняли, те пьяные лежат, да и у самих головы болят. Это он описывает, как напали татары на казаков, те отбились, и многие погибли и сражались. Или в песне «Бой кровалый, пир богатый, не забуду я вовек» — прямая аналогия между битвой и пиром. И кто в этой традиции жил в толковательной, для них не было никакой тайнописи в том, что щи укладные и сухари булатные. Понятно было, что это речь идет о сражении, а не о еде. А Проб почему-то описывает это, чтобы это деградировала сказка, сначала была битва, а потом ее постепенно заменили на кто в соревнованиях, кто больше сожрет. Я думаю, что он знал. Почему ничего не написано? Потому что не изучали. Вот у нас, знаете, эту этнографию можно... Почему русского рукопашного боя не было до 80-х годов? Он был. Ну, считалось, что не было, потому что никто не изучал. У нас считалось, что гусли не существует. В середине 80-х годов напоролись буквально питерские этномузыкологи, Анатолий Михайлович Мехнецов и его там студенты, играют на гуслях в деревнях. Считалось, что их не существует. Уже придумали даже сценические гусли, рисовали вот таких вот людей в этих фильмах, которые вот так вот что-то делают. Оказалось, есть. Они нашли больше 200 гусляров, научились у них играть именно так. Научились эти гусли делать. Сейчас традиция жива. И вот тут гусельная мануфактура, реклама была, мастерская гусля. Они производят их тысячами сейчас. Это спустя 30 лет. Русский народ узнал, что у него гусли есть. Также русский народ узнал, что у него есть русский рукопашный бой. Еще раз, я открещиваюсь нарочно от всяких самоделкиных. При этом, среди самоделкиных попадаются люди, которые действительно русский рукопашный бой, они не знают корни, откуда. Ну, то есть, кто кого научил там несколько поколений назад, либо в армии, либо где-то. Нету этого, не найдено. Но по основной биомеханической модели, характерной для русского рукопашного боя, мы видим это он. Как, например, по каратэ, любой каратист скажет, там, это Гадзарю, Шитакан, это там, любой другой стиль, Вадзарю, скажет, да, это каратэ, а это я не знаю, какой каратэ, но это каратэ. Потому что везде будет одна и та же биомеханическая модель, везде будет перемещение в стойках одно и то же и так далее. Или там боксер, бокс вообще очень разный. Если мы посмотрим, люди по-разному бьются, разной техникой, просто правила одни и те же. Но можно сразу сказать, это там мексиканское, это там кубинское, можно отличить для специалиста. Так вот и тут. И вот у нас такая страна, что у нас люди живут и не знают, что есть гусли, что есть русский рукопашный бой, что есть вот система толкования. Не написаны эти книги. Если Бог даст, я, может, напишу, если справлюсь с этим. А может и нет. Может, в общем, посоветовать нечего. Есть некоторые у филологов заходы на эту тему, что, наверное, это что-то вот тут. Потому что никто не ходил и не спрашивал, бабушка, а что в этой сказке, про что говорится? Десять бабушек не скажет, а одиннадцатая скажет или дедушка. Скажет, бабки не знают, им не объясняли. Дедушки знают. Это очень распространенная штука. У нас вот сейчас интернет набит русскими народными орнаментами. Русские народные знаки. Набьешь, и там сразу будут какие-то цветущие папоротники, перуньейки, еще чего-то. Бред сивой кобылы. Выдумали, нарисовали и придумали название, чтобы продавать в ларьках вот эти амулеты, которые никому ничего не значат вообще. Но им нужно придумать легенду, чтобы продавать. И мы сейчас ходим, люди покупают, думают, что они что-то русское купили, а там знаки неведомых народов. Некоторые наши попадаются, но их там немного совершенно. Хиневич. Омск же, да? Омск. Придумал целое религиозное движение неоязыческое. Придумал кучу знаков, где славянских там почти нет. Придумал славянских богов древних. Возглавил на одном периоде борьбу с жидохристианством. Жидохристианство, это они так называют христианство православное. Будучи сам биологическим евреем. Вот это как интересно очень. Я не понимаю, например. И вот, к сожалению, мы в этом каком-то мороке в таком находимся. Иудаизм и христианство находятся в... Это противоположные вектора. Иудаизм появился в 3-4 веке нашей эры. Иудаизм это не ветхозаветная религия. Это религия, созданная для борьбы с христианством. Иудаизм ждет, что придет Машеах, спаситель. Они Христа отвергли, как спасителя. Они ждут Машеаха. Откровение Анна Богослова у нас этот человек назван антихристом. То есть, те, кого они ждут, мы понимаем, что конец света с ним придет. Христа они отвергли. Это разные вектора духовные. Поэтому, когда говорят про Иуда христианство, можно говорить только про философское учение в Америке. Там была такая движуха, когда захотели американцы найти общие нравственные какие-то совпадения в христианстве и в иудаизме. Ветхий Завет совсем другой. И ближе к Ветхому Завету, наверное, Ислам. И вот эскатологически, это как бы учение о конце мира, оно с христианством у мусульман похоже. То есть, там придет антихрист у них, и там древние пророки воскреснут, начнется война между тех, кто будет за антихриста и тех, кто будет против него. И там будет Иса, они спасителя за Бога не признают, но уважают, считают его пророком. Ну и так далее. И вот конец света, сейчас обратите внимание, как мир делится, интересно. Вдруг почему-то ислам стал за православных. Обратили внимание? Потому что время похожее на эскатологический конец мира. И люди религиозно образованные чувствуют это, обсуждают это и говорят об этом. Поэтому перегруппировки политические. Ведь политика это кожура, а вот вера и миф это кости. На них мясо событий висит. И мы иногда не понимаем, почему происходит. Почему вот говорят, что в Израиле сейчас выделили уже из бюджета государства на строительство третьего храма. Что уже деньги на будущий год выделили. А там стоит мечеть. ее надо значит взорвать. А это святыня всего исламского мира. Они не хотят, чтобы ее взорвали. Значит, что-то уже задумано. Это абсолютно религиозный подход. Хотя мы видим какие-то политические движухи. Там одни напали на других, кто-то в кого-то пострелял. И поэтому суть событий от нас скользает обычно. Немножко я расширил ответственность. Пожалуйста, если еще вопрос есть. А по той же теме у вас российское фольклорное сообщество. Это называется российский фольклорный союз. Союз, да. То есть какая-то платформа, где можно что-то хотя бы узнать. Вы можете вконтакте набрать российский фольклорный союз и там будет лента новостей. Если нужно будет какие-то контакты более подробные, можно там прямо списаться со всеми, кто там есть. Потому что по регионам представлены это очень большое движение. Везде все есть. Я думаю в Клину есть. Со мной свяжитесь, я вам скажу к кому обратиться. На примки быстрее получится. Пожалуйста, еще вопросы. Григорий, вот есть такая точка зрения, что русские сказки жестокие, зверские. Кто-то кого-то съел священника Касхеры, Кураев это пропагандировал в частности. Что вы можете вкратце ответить, что отвечать тем, кто повторяет вот эти Кураевские пересказы. о жестокости это? Да, про Кураева что хочу сказать, что этот человек очень умный и с очень хорошей памятью. И от этого он очень много про себя думает. Но вот это его и губит. Он плохо знает русские сказки. В русских сказках можно найти Афанасьев издал целый сборник матюжных сказок. Можно. В русской истории можно найти людоедов. Можно. В русской истории наверное можно найти даже гомосексуалистов. Хотя слово русский народ не придумал такого. Это калькас для перевода Библии. Мужеложество, скотоложество, потому что как-то надо было описать. А слово не родилось в народе, потому что явление очень редкое. Но он умудрился найти эти сказки, коллекционировать и выдать их за традицию русского народа. Да, в русском эпосе и в русских сказках волшебных очень много того, что мамы бы детям современным там действительно за волосы привязали, разорвали конями и еще что-то. Да, это эпос. Так и бывает. Библию почитайте. Там что, всем конфеты раздавали? Нет. Там очень тяжелые моменты есть, и случаи из жизни. Их как опыт именно и сохраняют такими ужасными, чтобы и так бывает тоже, вы так не делайте. Поэтому да, в русских сказках есть жестокость. Но всегда все, и мир описан такой, какой он есть. Вот сейчас там в Палестине больницу убили с людьми, сколько погибло людей, молчат. Один из самых древних храмов, там по-моему пятый век православный разрушили, хоть бы что. Сейчас все вот как и Кураев из таких. Он выборки делает какие-то. Русские сказки надо обязательно изучать. Прочитайте сами только сначала. Тенденциозная подборка получается. Да, и вы если детям выбираете, вы выбираете сказки лучше необработанные, ну где читать можно, потому что бывает диалект тяжело читать, где вот уже не на диалекте, но она та же сказка, и ее читайте своим детям, и сами читайте. А обработанные литературные сказки это ерунда, это искусственное мясо. Они обработаны на Афанасееве? У Афанасеев? Ну давайте хотя бы Афанасеева, они уже обработаны. Я не буду тут профессионально лезть в дебри, некоторые Афанасееву присылали письма, он записывал сказки, Афанасеев себе позволял взять из трех сказок четвертую склеить, ну вот, ну в принципе Афанасееву можно читать, да, хорошие сборники. И в первую очередь волшебные сказки. А еще авторы какие? Он не автор, он как бы собиратель. Вот таких больше сборников, как у Афанасеева, больших, по-моему, нету. Всероссийских нету, но каждый регион издавал свои сказки. Да. Пермитки издавали, не издавали. Фольклора, ну в регионах, и большинство из них у себя местные сказки издали. Обычно очень хорошие издатели. Издание Е. Да. Ну в библиотеках можно все это найти. Я бы посоветовал вообще всем регионально сделать контакты у себя на местах с представителями Российского фольклорного союза. Потому что выйти на традиционную культуру через них проще всего. Они этим только и занимаются. И это не тот фольклор, с которого я начал, от которого тошнота подкатывает. Это не фольклор. Фольклор это народная традиция, настоящая. А не люди в красных сапогах там с Георгином на картузе. Это все издевательство. Я надеюсь, что в принципе сценический фольклор пусть как жанр культуры существует. Но надо понять, что это неправда. Это вообще не про нас. У нас же свободная страна. Пусть все существуют. Только каждый пусть на своем месте будет и все. не обманывая, что это что-то другое. Можете посоветовать что-то из современного? То есть какие-то сейчас новые сказки, новые... Фэнтези? Ну, может быть, да, современное что-то. Если это современное, я бы посоветовал Толкина, я бы посоветовал Клаева-Люиса, потому что, во-первых, они христиане, во-вторых, они действительно очень хорошо знали мифологию своего народа. Вот поделюсь таким наблюдением своим профессиональным, что есть такое поверхностное мнение, что русские сказки это язычество. Или русские узоры это язычество. Или русские костюмы это язычество. Ну, почему это поверхностное и невдумчивое? Потому что, во-первых, искусство это не религия, это другие сферы совершенно жизни. Если мы будем говорить про Русь до крещения Руси Владимиром, то там уже христиане были, причем тысячу лет были с Андрея Первозванного. И опровергнуть это невозможно. Вот доказать трудно, а опровергнуть тоже невозможно. Есть предание такое, у шотландцев флаг Андрея Первозванного, потому что считают, что у них тоже был. Приезжал и проповедовал. Ну вот, и я для себя, как вот человек, изучающий эти вопросы, перехода из дохристианской славянской традиции в христианскую, пытался выявить те места, где начинается христианство, а где появляется, почему я говорю не язычество, а говорю дохристианская славянская вера, что язычество в современном христианстве вот столько. не в чистой правильной вере, а в искажении, которое у людей в церкви делается, умами надумают. Это то же самое язычество. Когда начинают святых воспринимать как отдельных языческих богов, им молиться, забывая про творца, когда куча примет, связанных со свечками, через правое плечо можно передавать, через левое нельзя. это язычество. Хотя, видимо, язычество это такая болезнь человеческой головы, которая будет развиваться везде. В церкви, суеверия же везде происходит. В атеистическом государстве в русском суеверий было страшное количество. Это язычество с точки зрения организации. А если говорить про дохристианскую славянскую веру, то там вот трудно сказать. Я не могу понять, что это? Предчувствование принятия христианства дохристианской традиции славян в эпосе. Или уже у них такая была религия, которая похожа была на христианстве, потому они и приняли православное христианство. Это же уникальное явление, что сначала к Владимиру приходили и предлагали веру принять. И везде там, если вы посмотрите, как он это делает, он говорит, не, у нас такого не может, у нас не приживется. Там основной аргумент типа это наш как одежда нам не подойдет. У нас по-другому. Потом следующий этап, это годы, наверное, прошли, мы не знаем сколько точно. Уже он посылает людей искать христианство. И кого он посылает? Ни военнослужащих, не чиновников же, он посылает богословов языческих своих. Они выбирают веру. И когда они подают на православное богослужение, они говорят здесь как в раю. Тоже рай, кстати, славянское слово. Там очень много еще до того. Один художник Тверской, Николай Иванович Белов, очень хорошо сформулировал, что мед православия русского лежит в сотах русской, славянской, дохристианской веры. Как у греков, они были подготовлены душой предыдущей философой своей к принятию христианства. Как иудеи, многие были подготовлены к принятию христианства, но как бы мало кто там из них принял. Как зарастриицы были подготовлены предыдущие, они смогли понять, у них народ как бы дозрел. Так и со славянами произошло. И вот там очень трудно эти места определить, то ли это из предыдущей веры, похожее на христианство, и потому оно такое же, то ли это уже христианское там. Поэтому, конечно, это никакое, ну, надо к эпосу относиться и к сказкам, и к былинам очень бережно, это опыт нашего народа, это его мифология. Лучший специалист по мифологии, я считаю, в мире, это Лосев наш, который был еще и тайным монахом всю жизнь. Ну, помните, наверное, философ Лосев. Он еще и специалист был по античной мифологии, лучший, но при этом он был христианин, то есть, это не от меня, это одно другое, это разные сферы человеческого, что ли, познания, как химия, математика, физика, история. Религия, это вообще связь, связь с Богом, буквально, как по телефону, как на веревке, там разные можно образы подбирать. Вот, вот я бы их посоветовал. У нас, я честно говоря, сейчас мне на ум никто, почитайте пропа, исторические корни волшебной сказки, я думаю, что вы получите удовольствие, кто не читал, но не читайте, там еще есть у него морфология волшебной сказки, это для филологов, это умом тронуться.